всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 16 апреля вот некоторые томаты у меня же привязаны к колышкам многие спрашивают по мою про мою систему подвески как я подвязываю оказывается все подвязывают по-разному я-то думала что подвязка она у всех одинаковая есть сейчас расскажу про себя вот у меня любимый праздник вот он и тут как раз удобно все видно конечно сложно снимать вот тут прям надо близко близко я надеюсь вы поймете я когда в прошлом году объясняла как я подвязываю я даже название не знала мне потом подсказали оказывается я подвязываю восьмеркой но так как у меня два томата к одной к одному колу получается что у меня двойная восьмерка я сначала привязываю так обхватываю помидорку и делаю такой как ну как типа узелок завязываю на 1 но никогда не завязываю вплотную к томату обязательно оставляю вот это свободное место на растолщение на разжирение томата на тот случай что он он же будет взрослый оставляю еще такое же расстояние какое занимает сейчас вот томат потом привязываю колышку опять делаю узелок узелок не насмерть а который ну как такой и еще одну такую же петлю и завязываю и получается смотрите вот она восьмерочка видите вот 1 2 если бы был один томат колушку это было бы восьмерка и с этой стороны тоже если посмотреть то я тоже можно назвать восьмерки вот 1 2 вот таких 3 петли в которых связано вот это у меня компания тройка это пол и два томата первую подвязку я делаю всегда под вот этим видите вот лидирующий пасынок под тем местом где раздваивается ствол потому что до этого вот видите если вниз посмотреть до этого никаких проблем нет все если ниже я сделаю то он начнет отваливаться вот в этом месте где развилка делаю первый первую подвязку и закрепляю потом уже можем смотреть или мы будем оставлять вот этот один ствол и дальше я буду подвязывать один уже или если мы оставим два будем два но обычно вторую подвязку я буду делать когда он листики загораживают когда здесь уже вот с этой цветочной кисти они будут будет зависть и в это время уже будет видно два ствола один ствол но я как сейчас как я предполагаю следующая подвязка будет после вот этого вот после плодовой кисти вот здесь чтобы эту плодовую кисть закрепить колышку чтобы она не тянула в сторону вот эту вот вот этот стволик за сезон я делаю три или даже четыре подвязки обычно если вот такие крупноплодные вот это любимый праздник то каждую почти каждую кисть надо подвязывать подтягивать подвязывать колу потому что они очень тяжелые они крупноплодные они могут и утянуть в сторону растения и могут даже обломить теперь про материал у меня два года подряд все спрашивали меня добивались ответа и не раз обязательно ли делать вот такие бархатные веревочки и обязательно ли красные что некоторые говорят что это для того чтобы поспевали быстрее помидоры нет конечно это все мифы это просто случайно я уже объясняла скажу еще раз просто мужу ну там он одно время работал там был цех столярный оббивали они вот этим материалом и вот эти обрезки которые всегда остаются безусловно в любом производстве в мебельном он мне привез два мешка мне хватило на несколько лет и повезло что они эластичные во первых вот когда ствол начинает расти они могут еще ему дать шанс растолстеть еще сильнее они эластичные они ну хорошо как как сказать мобильные и с другой стороны хорошо что они вот такие лохматенькие неженькие ни одной царапины они не оставляют но это просто получилось совпадение вот когда я увидела эти обрезки бархатные есть там с рисуночком с цветочками но все красные они и когда я увидела эти веревочки я поняла вот это как раз то что нужно мне то что нужно моим томатам и мягкие и трикотажные тянущиеся пробовала в магазине продают там и чуть ли не проволочные какие-то подвязки сразу отмела они во первых травмируют они впиваются и вот эту белую которая для шпалер используется белая такая нить то не знаю как она называется я и тоже не могу она первых грубая на ней плохо узелочки делают сразу скажу вот эти веревочки у меня многократного использования по три по четыре года вот всего пять лет ими пользуюсь я их все осенью собираю все развязываю собираю в кучку складываю на будущий год я снова ими пользуюсь мне самое главное что они идеально подошли нравятся моим томатам и конечно мне сейчас после этого видео я обещала покажу свечки и расскажу про свечи почему свечи мои так долго горят у меня уже сегодня спросили если честно я никогда не задумывалась не засекала что одни свечи горят быстрее сгорают другие дольше вот люди мне сказали что какие то есть качественные горят долго какие то быстро сгорают я просто попросила муж поехал на работу я сказала воедешь назад с работы вот возьми прям на 500 рублей мне свечи пусть это будет ненадолго а то кинешься и свечей нет он мне привез вот написано омский свечной и я прочитала состав тут написано парафин воск нить хб то ой нить сто процентов а нить хб сто процентов возможно длительное горение обусловлено тем что здесь составе есть воск потому что люди вот пишут что есть парафиновые там есть какие то еще стероидные что ли а есть восковые что восковые горят дольше и вот то что в составе здесь присутствует воск наверное это и обусловлено что они долго горят но мне врать незачем я правда в 9 часов включила вот огромную вот эту целую и до 7 почти утра она у меня горела и вот когда ту часть которую я в землю воткнула она догорела даже там в глубине в земле дырочка как образовалась она не потухла она догорела вся наверное тут и фитиль вот то что сто процентов хлопчатобумажный что он не потух и вот то что состав хороший но повезло до этого помните я говорила жаловалась что фитиль в пол свечи она несколько 23 часа и она затухала эти горят до конца и оказывается еще и свечи могут быть одни хорошими а другие плохими все нужно держать ухо в остров все нужно выбирать вот это свечки это я ответила на вопрос зрителей уже не одна зрительница спросила что за такие свечи долго горят вот пожалуйста эмблема если хотите найти такие